здравствуйте меня зовут александр паснова я рада приветствовать вас новом канале закоренела цветочник сегодня речь у нас пойдет про калладиумы достаточно редкое растение которое редко бывает даже у нас в магазине поскольку несмотря на то что садовники заявляют о сезонности практически круглый год кроме декабря в наших условиях климатических они с сентября где-то с октября по февраль-январь уходят в спячку сейчас сентябрь месяц они есть в наличии здесь три сорта на сайте их несколько больше просто хочу вам показать вообще это растение насколько она шикарная красивая и немножечко ввести в курс дела что с ним нужно делать для того чтобы с ним подружиться во первых как вы уже заметили я люблю декоративные лиственные растения это моя любовь она по моему вполне логически обоснована тем что в отличие от цветущих растений декоративные лиственные прекрасны всегда колладиумы совершенно уникальное растение и ну так немножечко может быть не в тему но когда я вижу фотографии в интернете фотографии в инстаграме я понимаю насколько они отфотошоплены и люди видя определенный сорт которым над которым поработали в фотошопе думают что ну это прям что-то волшебное они безусловно волшебны но отдавайте себе отчет что картинки в интернете не всегда соответствуют действительности поэтому мы стараемся на сайт фотографировать живые растения чтобы вы видели как они выглядят в действительности и так колладиум они отличаются по размеру листа форма листа у них у всех одинаково это лист сердечко и колладиума ну можно сказать цветут они выпускают такое соцветие початок чем-то похожее на не знаю если вы видели как цветет замякулька 100 можно что-то такое общее найти растение клубки вы для извинения но не подходит это растение именно для любителей комнатного цветоводства которые хотят радовать себя яркими красками и иметь что-то дома необычное если взять несколько сортов их можно в принципе сажать вместе у вас будет такая прекрасная разноцветная клумба посмотрите у нас здесь есть вот такой зелено-розовый сорт такой коричневый сорт не знаю поближе нам покажут листья не покажут и вот такой вот беленький с розовыми прожилками совсем совсем едва намеченными причем когда лист более такой старый у него эти прожилки видны очень очень сильно когда лист молоденький он еще не так сильно проявлен в розовом цвете что нужно помнить в принципе если вы будете соблюдать определенные правила даже если вы новичок в комнатном цветоводстве вы сможете с ним подружиться то что растение неприхотлива листья очень нежные они очень тонкие изначально растение растет субтропиках там где тепло и очень очень влажно соответственно нужно об этом помнить когда вы заводите такое прекрасное растение у себя дома что мы делаем конечно когда мы его только купили его лучше не пересаживать поскольку него идет активный период роста это можно провести аналогию с периодом цветения и растение лучше не трогать если вам не нравится транспортировочный горшок а я думаю что вам скорее всего не нравится просто поставьте в красивый горшок как в кашпо полив растение клубневая то есть у него ярко выраженный клубень если вы его заливаете клубень гниет растение гибнет если вы его не доливаете то у ту листиков нет ресурса для того чтобы радовать вас своей красотой поэтому полив умеренный раз в неделю и следите как только земля достаточно хорошо просохла поливайте еще раз можно поливать через поддон и я все-таки рекомендую поливать сверху но это уже личное предпочтение каждого так как растению нужна высокая влажность если она еще не ушло в спячку а начался отопительный сезон опрыскивайте вокруг растения то есть есть такая техника брызгать не на листья а пульверизатором опрыскивать вокруг либо ставьте рядом поддон наполненный дренажом и наполненный водой чтобы влажность шла естественным образом листья нежный повторюсь и несмотря на то что она растет субтропиках она растет под кронами деревьев в джунглях скажем так поэтому прямые солнечные лучи ему противопоказано него будут ожоги выбираем места с ярким рассеянным светом но без прямых солнечных лучей подойдет рядом с восточным рядом западным либо чуть-чуть подальше от южного окна чтобы прямое солнце не жгло когда растение у вас уходит в спячку потихонечку умирают все листики это растение не погибло но просто уснула поэтому на сайте она у нас идет с такой визиткой как спящий красавец поскольку это отражает его сущность растения с периодом покоя вы вынимаете луковицу осматриваете на предмет того чтобы она была не гнилая не поврежденная помещаете в вермикулит и убираете на хранение на два-три месяца вы увидите когда в конце января в начале февраля у него проклюнется сын такая почка значит растение уже готово проснуться и радовать вас снова листьями тогда вы берете этот клубень сажайте в небольшой горшок и начинаете поливать растение начинает расти давать новые 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 листья в течение нескольких месяцев наслаждайтесь этой безупречной природной красотой соответственно так как у нас из периода покоя сразу растение переходит в новую землю то можно его не удобрять грунт берем универсальный но делаем его таким более рыхлым добавляя торф либо добавляя вермикулит то есть растение любит достаточно рыхлую не тяжелую не жирную не плотную землю растение не ядовито насколько я знаю коты к нему относятся достаточно равнодушно повторюсь подозеленение не подходит поскольку период покоя у него присутствует на протяжении нескольких месяцев я думаю что это растение которое украсит любую коллекцию комнатного цветовода поэтому обратите внимание если я смогла вас в него влюбить flors.ru это наш интернет-магазин вы можете заказать они сейчас есть в наличии привозим их не чаще чем один-два раза в год поэтому это достаточно большая редкость растения хорошо развиты и листьев много и они прекрасны надеюсь видео было интересно полезным если у вас появились вопросы может быть у вас есть колладиум и вы готовы поделиться какими-то лайфхаками собственными работками обязательно сделайте это потому что я очень люблю когда мне дают дополнительную информацию с первых уст и с первых рук если можно так сказать спасибо что были со мной до новых встреч до новых встреч